МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня выпуски. В Тимиртау начали массово отключать электричество у должников. Местное коммунальное предприятие Охжитпес за один день отключило от энергоснабжения около 30 человек. Спасение людей в зимний период и ликвидация аварии. Учения КОС-2018 стартовали по всей республике, в том числе и в Карагандинской области. Мисс Пампушка. Именно так назвали конкурс красоты в исправительном учреждении АК-159-9. Победительницам вручили косметические наборы, подарки и цветы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обо всем более подробно. В Тимиртау начали массово отключать электричество у должников. Местное коммунальное предприятие Охжитпес за один день отключило от энергоснабжения около 30 квартир. Отключение проводится, если долги составляют больше 10 тысяч деньги. В настоящее время в Тимиртау порядка 10 тысяч жителей города находятся под угрозой отключения от электроэнергии. Еще около 600 предпринимателей также лишатся электричества. Горожане по-разному реагируют на эту акцию коммунальщиков. Одни относятся спокойно, другие начинают возмущаться и скандалить. Реагируют по-разному. В основном, основная масса-то знает, что долги у них есть. Они объясняют, что надо заплатить. Люди соглашаются нормально, а некоторые просто тупо выходят и начинают помахать молотками. Мы сразу сообщаем, ставим на карандаш, берем их. На сегодняшний день местные жители должны компании-поставщику полтора миллиарда тенге. Юридические лица задолжали примерно полмиллиарда. По мнению директора компании Охжитпес, одной из причин нежелания людей платить по счетам стали слухи о закрытии коммунальной фирмы. Из-за этого люди сделали выводы, что Охжитпеса скоро не будет. И, соответственно, решили не платить. Сразу хочу всех предупредить. Это информация, будем говорить так, немного преувеличена, мягко сказать. Охжитпес работает и будет работать. И взымание долгов – одно из наших серьезных направлений. И в этом направлении будем сильно работать. Несмотря на частые угрозы, а также возникший общественный резонанс, компанию по отключению должников руководства Охжитпеса останавливать не намерено. В день одна бригада электриков отключает около 30 неплательщиков. Суммы долгов разные. У некоторых жителей города дом миллиона тенге. Все почему-то стараются смотреть на соседа. Я считаю так, заплатите свои долги. Разницы нет. 20 тысяч или 300 тысяч в общей сумме, я уже как произнес, уже это складывается в общую сумму полтора миллиарда. Пусть просто каждый заплатит за себя. Вместе с этим коммунальщики заявляют, что столь жесткие меры являются вынужденными, а тем, кто придет и объяснит свою ситуацию, готовы предоставить рассрочку. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. 29 миллионов тенге выделено для нормального функционирования водопроводных сетей в Осакаровском районе. Об этом рассказал Аким района Нуркен Кубжанов на площадке региональной службы коммуникации. Рост экономики Осакаровского района отметил ее глава Нуркен Кубжанов. За два года инвестировано около 5 миллиардов тенге. Немалая доля инвестиций приходится на аграрный сектор, который представлен 600-ми сельхозформированиями. Проводится работа по возвращению неиспользуемой земли в государственную собственность. Из возвращенных государственных собственность земельных участков через конкурс повторно вовлечены в оборот 61 участок площадью 17 тысяч гектаров. Проводится работа по возрождению орошаемых земель. До 2020 года запланировано ввести в оборот 4600 гектаров. В программу восстановления орошаемых земель вошли 10 сельхозформирований из 5 сельских округов, расположенных вдоль канала имени Ханача Сатпаева. Все процедурные вопросы по передаче магистральных каналов орошения в республиканскую коммунальную собственность завершены. Одним из самых актуальных вопросов для сельского населения остается работа коммунального сектора. Для нормального функционирования водопроводных сетей в районе выделено 29 миллионов тенге. На брифинге затронули тему водоснабжения поселка Молодежный, где периодически происходит отключение питьевой воды. Глава района отметил, что отключения связаны с ремонтом водоводов. И на сегодня мы ремонтируем ту же самую воду, о которой вы говорите, что мы ее отключали. Отключали, потому что мы реконструировали водопровод. На сегодняшний день водоснабжение, в принципе, стабильно подается. А то, что касается благоустройства, ну, естественно, на все денег не хватает. Мы выделили финансовые средства в этом году. Порядка трех улиц мы асфальтировали, те центральные улицы, которые. На следующий год мы планируем еще порядка четырех-пяти улиц. Ну, это связано будет с финансированием. Кроме того, начаты работы по реконструкции водопроводных сетей села Шокай. На это из республиканского бюджета в нынешнем году выделено 100 миллионов тенге. Для продолжения работ в данном направлении в отраслевое министерство на ближайшие три года направлено три проекта на общую сумму 900 миллионов тенге. Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Казахстане начал действовать обновленный государственный герб. С 1 ноября вступили в силу поправки в законе о госсимволах. В государственном гербе Казахстана внесено изменение в части написания слова в нижней части, с кириллицы на латиницу. 12 сентября протокольным решением заседания научно-технической комиссии одобрено изменение герба. Нововведение связано с переходом казахского языка на латиницу. Напомним, герб суверенного Казахстана был официально принят в 1992 году. Его авторами являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шутаман Валиханов. В Казахстане 1 ноября стартовали командно-штабные учения КАС-2018. Все службы и отряды экстренного реагирования Карагандинской области прошли сегодня проверку на наличие готовности к работе в зимний период. Карагандинская область к зиме готова, уверяя службы коммунального и экстренного реагирования. В учениях КАС-2018 задействованы различные службы. Это тепловики и электрики, полицейские и пожарные. Подготовка органов управления средств государственной системы защиты к ликвидации чрезвычайных ситуаций в зимний период началась с 1 ноября. Главная задача – быть готовыми спасти людей и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций в кратчайшие сроки. Целью и задачами отряда у нас являются ликвидация чрезвычайных ситуаций природно-техногенного характера, оказание социальной помощи населению в виде реагирования на разные ситуации, связанные с угрозой для жизни людей, работы по предотвращению, ликвидации, эвакуации пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях, но также по видам аварии – это у нас обрушение, поисково-спасательные работы. Учения проводятся с целью повышения уровня готовности и способности государственной системы гражданской защиты к ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях зимы. Смотр готовности аварийно-спасательных служб – это лишь первый этап республиканских учений. Здесь мы проверили выучку, слаженность действий наших подразделений, видим наше оснащение, практические мероприятия будут проводиться и сегодня, и завтра. Сейчас также мы продемонстрируем полевой лагерь при чрезвычайных ситуациях. Также будут проведены практические мероприятия по спасению людей на воде, по поиску граждан с привлечением авиационной техники, специальной техники, но и кинологических расчетов. Спасатели отмечают, что в зимний период особая опасность в Карагандинской области представляют затяжные метели. Именно поэтому во время неблагоприятных погодных условий на автомобильных трассах организуются пункты обогрева. Дежурят спасательные отряды. За прошлую зиму в нашем регионе спасатели совершили более 700 выездов на проведение аварийно-спасательных и неотложных работ. Спасены десятки людей. Тожан Лянова, Андрей Тен, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Новая патронажная медсестра. Министерство здравоохранения Республики Казахстан утвердило новый стандарт организации педиатрической помощи. В городской поликлинике номер 3 прошел семинар для врачей общей практики, педиатров и медсестер. Тема развития ребенка всегда является дискуссионной. Психологи заявляют, проблема в развитии у детей обнаруживается прежде всего на социально-бытовом уровне. Жестокое обращение, непонимание, равнодушие. Все это было известно медикам, однако вопрос оставался нерешенным до сегодняшнего дня. В связи с этим Министерство здравоохранения 29 декабря прошлого года утвердило новый стандарт организации педиатрической помощи. Согласно документу появляется новая категория – патронажная медсестра. Ее внедрение реализуется постепенно. У всех одинаковый буклет, научно обоснованный, доказанный. Вы должны это выучить, понимать. И вы смотрите, вот у вас экспрессивная речь. Так, что он должен уметь? И если вы видите, что вы вошли в желтый ряд, это значит, что у этого ребенка сегодня есть риск. Например, он должен говорить «да-да-да», но не говорит. Желтый риск означает, вы можете матери, отцу спокойно объяснить. Вам надо сейчас больше разговаривать с ребенком. Сущность работы патронажной медсестры заключается в полном контроле развития ребенка. Возможным это сделается при помощи эко-карты, разработка которой была научно доказана. Тренер Заурео Спанова остановилась на этом более подробно. Подобное обучение сегодня массово проводится по всей стране. Стоит отметить, что занятия проводят только сертифицированные медицинские тренеры, которые прошли специальное обучение по внедрению новой педиатрической помощи. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Женщины с заколющей проволокой сменили тюремную робу на сценические костюмы. В исправительном учреждении АК-159-9 состоялся конкурс красоты и талантов среди осужденных. В этом году формат конкурса немного изменился. Теперь в нем участвуют женщины размера плюс сайз. По правилам состязания конкурсантки сначала представили свое резюме, отразив свою жизненную позицию. Затем они продемонстрировали дефиле, артистизм, вокал, хореографию и общекультурную эрудицию. Творчество творит, не вытворяет, бегает трусцой, поет, ныряет. И портреты любит рисовать, баловать, любить, интриговать. По словам организаторов, осужденным женщинам были предоставлены все условия для репетиции своих художественных номеров. В подготовке конкурсанткам помогли сотрудники отдела воспитательной и социально-психологической работы среди осужденных. Они утверждают, что подобные мероприятия способствуют скорейшему освобождению участниц. Цель нашего мероприятия – организовать и показать женщинам, и в первую очередь для них, что мир прекрасен даже и здесь. Что на этом, когда попадают сюда, жизнь не заканчивается. Здесь тоже есть жизнь, здесь тоже есть общественные мероприятия, проходят культурно-массовые мероприятия. В конкурсе приняли участие семь женщин из семи отрядов. Претенденты на «Мисс Пампушка-2018» изо всех сил старались показать целостность и образы композиции, а также оригинальность исполнения. Пошивом сценических костюмов девушки занимались сами. Преданные болельщицы вовсю поддерживали своих любимец. Победительница номинации «Мисс Подиум» Елена Ерина участвует в подобном мероприятии впервые. По ее словам, благодаря этому конкурсу она поборола свой страх перед сцены. Сказали, что будет конкурс «Пампушек». Кто будет выступать? Решили взять меня. И вот то, что у нас было в отряде, мы с этого со всего шили. Конечно, конкуренция у меня есть. Это 10-й отряд и 6-й. Финалисткам конкурса были вручены ленты, дипломы и ценные подарки. Напомним, данный конкурс проводится на протяжении 13 лет, раза в два года. Мульдир Жакан, Раслан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И еще об одном. Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» выиграл у столичной команды «Астана» со счетом 3-1. Матч состоялся 31 октября на стадионе «Шахтер». Таким образом, у карагандинского клуба 32 балла, и он поднялся с последнего места турнирной таблицы. Горняки были обязаны выигрывать, чтобы надеяться на сохранение прописки в числе сильнейших. В этом им и помогла столичная команда, которая уже обеспечила себе чемпионство и прислала в Караганду молодежный состав. Первые минуты гости еще выглядели неплохо, однако затем более опытные соперники сумели захватить инициативу. И еще до перерыва забили три гола усилиями Оралхана Омертаева. Было уже все понятно, и вторая половина превратилась в доигровку, где больше владели мечом хозяева поля, а забили гости. Сделал это Рамазан Каримов. 3-1 победа карагандинцев. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Шахтера» Николай Костов заявил, что не будет комментировать матч, потому что играли не с основной командой «Астаны». Тем не менее он поздравил своих футболистов с этой заслуженной победой, а также поблагодарил болельщиков. Следующую игру подопечные Николая Костова проведут 3 ноября против Костанайского «Табола». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Соболингстер. Субтитры подогнал «Симон»!